Инь, 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 инь Джонатан Свифт сказал, для дурака жизнь трагедия, для умного она комедия. Поскольку большинство из нас, не бог весть, какие мудрецы, ну уже не полные идиоты, то для нас жизнь трагикомедия. А трагикомедия для меня самый интересный жанр, потому что вот эта смесь, смех сквозь слезы и наоборот, когда ты хочешь небо опустить на землю, а землю немножко приподнять к небесам. У судьбы один хрустальный шарик, и он падает, он может упасть на тебя, а может упасть на твоего соседа. В моей жизни происходили чудеса, и одна из чудес была встреча с Мэттом Марксом. Вот здесь вот судьба решила мне это чудо сделать. Я люблю его философия в жизни, это моя философия, тоже. Я думаю, что он очень direct, он конфронт нас, шокс нас, и он не избавляет права. Это важный проект. Для меня, я никогда не делал ничего подобного, это не просто денег, это больше, чем это. И это замечательный ощущение. Само зная, что я делаю, это продать крайне сложно. Тем не менее, он это делает. Например, я никогда бы в жизни не попал в Королевскую Академию Великобритании. В Альбертино, там я дважды участвовал в выставках. Скажем, в этой выставке, которая была несколько месяцев назад, там, рядышком со мной, висел Раушенберг и висел Энди Уорхол. Я так на них посмотрел на себя, на себя, ну, тут он нормальный. Я знаю, что люди сравнили его с Луциан Фрой. Правильно, так как это. Потому что, конечно, об этом, артемии являются реалистисты, очень реалисты, в очень реалистике, очень реалистическом. Он делает его деформированные, мутилили, архиемые, но есть отличия между Луциан Фрой и Саша Окром. Луциан Фрой очень интересует в физике, потому что это символ о психе своей модели. Саша О'Конг говорит нам больше о мире. Он историк. Он относится с мифологами. Я не знаю, как и второе художество, с его впечатлением. Я глубоко убежден, что все уже существует там. Все картинки уже давным-давно накрашены, уже давным-давно написаны. А ты их просто берешь и, так сказать, спускаешь сюда. Субтитры создавал DimaTorzok